— Да, на связи Станислав Кучер, я напомню просто для наших зрителей. И слушай, еще одна тема, которая, как мне кажется, важна, это дискуссия Латыниной и Портникова. Ты не видел эту историю? Вот это как раз я успел... — Ты знаешь, к сожалению, нет. Вот эта история прошла не у меня. — Там как раз об имперстве, в отношении к России, Украине понятно. Очень эмоциональный такой всплеск и много комментариев. Дискуссия еще интересна тем, что все-таки Латынина гражданка России, Виталий Портников, гражданин Украины, журналисты из Украины, журналисты из России встретились, поговорили и так далее. Насколько эти диалоги сейчас возможны, уместны, правильно нужны, как ты думаешь, между россиянами? — Я считаю, что абсолютно уместны, абсолютно правильны, нужны. Любая рефлексия по поводу причин войны и любые разговоры, которые способны как-то повлиять на осознание россиян и украинцев, с тем, чтобы предотвратить возможные новые войны, эскалации конфликтов и так далее, все это необходимо и нужно. — Вопрос, как всегда, в том, что каждый человек конкретно вынесет для себя из того или иного разговора. А это часто зависит от того, опять же, с какими интонациями, с какой эмоцией та или иная дискуссия идет. — Я, повторяю, не видел интервью, о которых ты говоришь, при том, что я знаю Виталия Портникова, знаю и лично знаю, естественно, и знаю как журналист, читал и видел многие его высказывания. — И мы с ним спорили, точно так же спорили на самые разные темы. И иногда, вот замечу просто, что не всегда, но иногда я наблюдаю такой очень большой, жесткий, серьезный, негативный эмоциональный контекст, в котором он разговаривает и делает свои интервью. Не интервью, точнее, а выступление. У него в основном запись, его собственная запись на его YouTube-канале. И мне кажется, что принципиально важно, повторяю, чтобы любые такие интервью, особенно если они рассчитаны на российскую аудиторию, чтобы они больше были в духе Шварценеггера, скажем так. Если ты понимаешь, о чем я. Дело в том, что Шварценеггер записал в начале, да, я просто напомню многим нашим зрителям, что в начале войны Шварценеггер записал видео, я знаю, что это была целая акция, и не сам Шварценеггер к ней пришел, это во многом была акция американского правительства, когда они просто решили вместе как-то отправить россиян важный месседж в исполнении человека, который его в России уважают, ценят. И Шварценеггер с удовольствием, я даже не помню, то ли от него исходил инициативу, то ли от них, неважно. Но важно то, что в итоге было записано обращение Шварценеггера, которое посмотрели десятки миллионов россиян, и которое было выдержано в очень, на мой взгляд, правильной интонации. То есть, с одной стороны, там было предельно жесткое осуждение войны, путинизма, правительства России, которая эту войну развязала, осуждение о преступлении. С другой стороны, там был месседж веры в русский народ, российский народ, и там не было ненависти к российскому народу. Там было отношение к российскому народу как к заложнику режима, к оболваниному пропаганды и так далее и тому подобное. Но Шварценеггер не раз повторил о своем уважении к Юрию Власову, например, о своем кумире. То есть, он подчеркивал лучшие качества, которые есть в любом народе. И призывал пробудить, разбудить именно эти качества. И мне кажется, этот месседж очень важный, именно благодаря ему, например, я периодически вспоминаю своих, опять же, одноклассников и друзей детства, которые живут в Орле, ну, то есть, это Орел, это традиционно красный пояс, такой оплот консерватизма в России. И большинство моих знакомых, находящихся там, они, ну, как минимум, они, если не путинисты, то, как минимум, они такие же жертвы пропаганды, как абсолютно большинство россиян. И они очень внимательно отслеживают вот все, что касается войны. Они смотрят российские телевидения, многие из них все-таки стараются думать сами и смотрят каналы типа «Твоего», например. И они посмотрели обращение Шварценеггера, и я знаю четко, просто без личного общения, какое впечатление это обращение произвело на многих из них. В том числе потому, что мое поколение, поколение тех ребят, для кого Шварценеггер, для многих, по крайней мере, для моего поколения Шварценеггер был действительно кумиром. Кумиром, который культурист, качок, мастер, человек, сделавший сам себя и так далее. Герой многих фильмов. Поэтому это было очень сделано правильно и умно. Действительно, настроение многих, убежденность многих в справедливости этой войны Шварценеггеру удалось пошатнуть. Вот прям серьезно пошатнуть. И при этом я точно так же знаю многих моих друзей, которые, допустим, смотрят регулярно того же Низорова, и смотрят, просто смотрят, но в итоге переключают, перестают смотреть. Знаю многих людей, которые смотрели в начале войны очень активно, или смотрели до войны, и потом перестали. И именно потому, что там слишком много того, что они воспринимают как русофобию. Я понимаю, что сам Низоров это не станет воспринимать как русофобию, но они это воспринимают как русофобию. Слишком много жестких интонаций и месседжей именно в адрес народа как такового. Я, опять же, понимаю, что, я прекрасно понимаю украинцев, да, и я прекрасно понимаю, что точно так же, как там Советский Союз во время вел войну с Германией, а не с Бундесвером. И, конечно же, там русские воспринимали немцев как своих врагов во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны. Поэтому украинцев можно, естественно, понять. Но даже тогда, когда устраивались такие пропагандистские акции в отношении немецкого народа, они, понятно, устраивались не в том масштабе, в котором сейчас можно это устраивать, потому что не было никакого интернета, да, не было возможности массового вещания на зарубежную аудиторию. Тем не менее, были и попытки радиовмешательства, бросали это, распространяли листовки, работали свои агенты в Германии, которые пытались работать на изменение общественного мнения немцев. И вот в этой работе непосредственно, конечно же, никакой ненависти не было. Потому что каждый человек понимает, что когда ты стараешься склонить на свою сторону людей, ты должен апеллировать к их лучшим качествам, а не худшим. Поэтому, повторяю, я сейчас не могу комментировать непосредственно общение Латынина и Портникова, но всё, что я могу сказать, что эффективным будет тот разговор, направленный на российскую аудиторию, который показывает минусы режима, который показывает ненависть режима по отношению к своим же людям, который показывает, как этот режим, этот народ грабит, наживается на нём, кому война, кому мать родная и так далее. И который будет пытаться пробудить в людях лучшее, что в них есть. В каждом человеке, неважно, где он живёт, в России, в Украине, в Америке, в Латвии и так далее, есть, как выражалась моя бабушка, говно, а есть солнце. В определенный момент режим пробуждает говно, как это случилось в России, а солнце оказывается невидным, замазанным этим говном, спрятанным где-то совсем далеко. И задача любого, кто хочет изменения ситуации, вот говно задвинуться подальше, а пробудить то самое солнце. И опять же, я понимаю, что там многие, кто сейчас смотрит нас, а нас смотрят и в Украине, я знаю, могут сказать, да какое там вообще, какое воздействие на российское общественное мнение, потому что война, судьба войны решается на фронте. И вообще, я знаю людей, которые считают, что там Россию надо с землёй сравнять, и это единственный возможный выход. Кстати, вот недавно я об этом отдельно сейчас и говорю, когда Трамп сказал, что он бы разбомбил Москву, если бы во время его президентства Путин напал на Украину. Это я сейчас отдельно прокомментирую. А сейчас могу сказать, что если только мы не рассматриваем сценарий ядерной войны как единственного возможного решения проблемы, как единственного возможного способа войну остановить, то любой другой, абсолютно любой другой сценарий, он всё равно предполагает разговор с российским народом, он предполагает просвещение и перевоспитание значительной части россиян. Поэтому чем раньше мы научимся разговаривать в этом направлении, с правильными интонациями, тем лучше. Если же там задача стоит просто обосрать, прошу прощения, российское имперство, которое, безусловно, есть, конечно, оно есть. Никто не спорит, в огромном числе россиян страсть к имперству, она просто была унаследована благодаря тому, в какой стране они родились, выросли, как они относились ко всем республикам Советского Союза, как к младшим братьям, как они относились к странам Восточной Европы, как к своим марионеткам, союзникам, но опять же младшим братьям, которых там Россия когда-то облагодетельствовала. Этот разговор о мемберстве есть, и он должен быть. Но он должен быть не с позиции, вы все там тупое говно, быдло, рыло, не знаю, и так далее, которые ничего хорошего не заслуживают, и так далее. Потому что ты не справишься с этим ситуацией, люди только еще больше озлобятся, углубятся в своих имперских убеждениях, укоренятся в своем убеждении, что весь мир против них, и таким образом станут очередными пехотинцами Путина. Если ты хочешь, повторю, изменить настроение этих людей, интонация должна быть, если не уважительной, то как минимум сопереживающей, сочувствующей, и это очень большая и серьезная работа. Замечу, кстати, что пока работа по внешнеполитической пропаганде значительно лучше удается Путину и его пропагандистской машине, чем, допустим, американской, немецкой, латвийской, если такая существует, и всем остальным. С зарубежной пропагандой у России сейчас дела обстоят очень хорошо. И вот, ну что, перейдем к теме, которые тоже мы обсуждали, и я как раз хотел рассказать об этом, о том, как, например, в Штатах эта машина работает. Ну, расскажи, да, но я тут хотел, может быть, немножко отметить, что ведь патинцовская пропаганда, она достаточно агрессивна, да, она очень четко локализует диаспоры, скажем, за рубежом, и говорят, мы всегда с вами, мы за вас и так далее, хотя все это не соответствует действительности, и это некая такая объединяющая, она же агрессивна, она не сочувствующая, не сопереживающая, она как раз идет по Орловскому такому сценарию, да, двухминутка ненависти, давайте вместе ненавидеть, они все враги, а вы Богом избранные. А вот где ты там нашел именно такое сопереживание к аудитории? Не только, не только, потому что путинская пропаганда действует, на самом деле, очень по-разному, она действует в отношении своих, вот россиян, она действует именно своих россиян, и про путински настроенных диаспор, она действует, да, безусловно, именно в такой парадигме, что вот есть мир, он против нас, этот мир плохой, он ужасный, мы должны объединяться и так далее, и тому подобное. В отношении же непосредственно граждан других государств, ну, допустим, тех же американцев, англосаксов, так назовем, используя путинский термин, хотя понятно, что это не только англосаксы в Америке, Америка это страна, в которой огромное количество выходцев из Латинской Америки, там, из Южной Европы, ну, короче, не только англосаксы, американцы, тем не менее. Так вот, в отношении американцев, которые там родились и живут в Америке, например, российская пропаганда действует намного более тонко, апеллируя не, апеллируя к тем проблемам, которые сейчас очень остро стоят в тех же самых Соединенных Штатах Америки. И почему я хотел сегодня об этом вспомнить, потому что буквально сегодня NBC опубликовали результат расследования, очень большого и серьезного расследования, проведенные агентством Ньюсгард, которое борется с дезинформацией традиционно, давно уже занимается раскрытием разных источников дезинформации, которые оперируют на территории Соединенных Штатов. И вот они опубликовали свои очередные результаты. 150 сайтов, так или иначе работающих на продвижении месседжей российской пропаганды в одной Флориде, было обнаружено в результате этого расследования. И эти 150 медиа, в основном это, естественно, интернет-медиа, интернет-сайты, они оказались связаны с Джоном Марком Дуганом, таким американцем, раньше американцем, сейчас он уже получил российское гражданство, который в 16-м году бежал из Флориды, он был заместителем шерифа. Знаешь, есть, помнишь, знаменитая песня, которую перепел Эри Клэптон, там и Боб Марли, ну, песня Боб Марли изначально перепел Эри Клэптон, I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Да, там, I shot the sheriff. А вот заместитель шерифа остался в живых. Вот это классическая история заместителя шерифа, который обвинялся в сексуальных домогательствах, который обвинялся в распространении компромата, значит, ложного компромата при этом на своих коллег, на сотрудников правоохранительной системы Флориды. Вот этот Джон Марк Дуган, он в 16-м году сбежал из Соединенных Штатов, попросил политическое убежище в России, получил это политическое убежище, с тех пор в каком только формате он не проявлялся. Он выступал в роли журналиста, работавшего на Донбассе, он выступал в роли политолога на каких-то российских тусовках, он выступал в роли эксперта по Соединенным Штатам, ну, это примерно то же самое, как, опять же, замначальника какого-то полицейского управления в России, сейчас будет позиционировать себя, переедет в Америку и будет позиционировать себя как журналист, как одновременно эксперт по российской экономике, политике, там и по всему на свете. Вот. И его, как я понимаю, взяла в оборот достаточно активно путинская машина, и действительно его IP-адрес, его какие-то возможности, которые он использовал раньше, были задействованы для продвижения российской пропаганды в конкретном штате Флорида. Там зарегистрированы оказались многие медиа, ну, например, такие под названием там New York News Daily. Есть, например, New York Daily News, известная достаточно медиа, а это вот New York News Daily. Было зарегистрировано издание, связанное с Бостоном, там, Boston Times. Были зарегистрированы, по-моему, называется DC Daily, ну, то есть там Washington DC. И вот эти все медиа, которые выглядели вполне как уважаемые и достаточно популярные в Соединенных Штатах онлайн-издания, они распространяли очень активно кремлевские нарративы. В отношении... И они продолжают действовать и распространять. Это нарративы в отношении войны в Украине, это нарративы в отношении планов Кремля, там, допустим, на Восточную Европу, и это нарративы в отношении положений русских, русскоговорящих в Восточной Европе, в том числе в той же самой Латвии. Ну, например, выходит статья, в которой говорится о том, что русскоговорящее население Латвии подвергается преследованиям правительства, и дальше выдаётся там два якобы секретных документа того же самого латвийского правительства, которые будут приняты в ближайшее время, и которые ещё более ограничат русскоязычное население Латвии в его правах. Оба документа фейки, тотальные. Никаких таких планов ни у какого латвийского правительства нет, никаких секретных таких документов нет. Тем не менее, публикуется вот такой месседж, и дальше рассказывается о том, что, ну, теперь вы понимаете, дорогие американцы, почему, допустим, правительство Латвии вам поддерживать не стоит, вот это ужасно, это плохо, и так далее. То же самое публикуются фейки в отношении американских выборов. Ну, например, рассказывается, вбрасывается фейк о том, что ФБР прослушала Дональда Трампа, при том, что такой прослушки не было, такого эпизода не было, информация публикуется, и таким образом способствует, естественно, росту антибайденовских настроений в самих Соединённых Штатах в канун предвыборной кампании. И наоборот, публикуются там разные фейки в отношении того же, опять же, Байдена, публикуются фейки в отношении Трампа, но позитивные фейки в отношении Трампа. И на первом взгляд, ты к этому даже не придерёшься. То есть, очень сложно придраться, потому что идёт публикация со ссылкой на неназванные источники. Там один дядя сказал другому дяде, сказал третьему дяде. В одном случае фамилия называется, в другом случае фамилия не называется. И помимо этого могут идти просто абсолютно позитивные материалы. Ну, допустим, о том, что бессмертный полк собирается отметить 9 мая, день Великой Победы, там начинают рассказывать о совместных достижениях, о совместной борьбе советских войск и американских. Это нормально, это правильно. Но помимо этих публикаций, которые просто рассказывают об истории, о том, что Советские Союзы и Америка действительно много чего делали вместе, при этом рядом идут публикации, которые сеют, мягко говоря, нелюбовь и недоверие по отношению к Байдену, к европейским правительствам. Огромное количество мифов про Зеленского, про покупку его им якобы дворца Карла Третьего, про какие-то грандиозные десятки миллионов, сотни миллионов, которые он тратил не по назначению. Ну, вот и так далее. Это такая софт-пауэр, которая очень активно используется Кремлем за границей. При этом очень часто, даже ни ты, ни я, если просто зайдем на тот или иной информационный ресурс, мы вообще не поймем, у нас мысли не возникнет о том, что это Кремлем контролируемый ресурс. Это будет, допустим, в Латвии какое-нибудь издание на латвийском языке, которое, не знаю, канал какого-то латвийского блогера, например, к которому, на первый взгляд, опять же, никаких претензий не будет, вопросов не будет. Здесь это будет, еще раз, медиа, основанная каким-то американцем. И это же тоже не напрямую принадлежит тому же американцу. Это принадлежит одному американцу, а выяснится потом, что тот адрес использовал другой американец, а дальше в итоге все ниточки ведут, собственно, вот к человеку, который уехал в Россию, который все время сбежал в Россию, и который используется теперь Кремлем для дезинформирования американцев же. Но на первый взгляд это будет, еще раз, американская медиа абсолютно нормальная, которая рассказывает новости и просто между делом потом публикует вот одно, второе, третье. А дальше мне, опять же, довольно любопытно, как это все работает. Я предполагаю, как это все работает. Ну, то есть, сидят какие-то там агенты Россотрудничества, возможно, агенты СВР в тех же Соединенных Штатах или в любой другой стране. Они сами придумывают какую-то повестку. Ну, например, там, Трамп это удобно для России. Не факт, что Трамп удобно для России. Мы еще не знаем, что будет, когда Трамп окажется в Белом доме, и если он окажется снова в Белом доме. Но, тем не менее, вот эти люди придумывают такую повестку, что Трамп для России удобно. Убеждают в этом, пишут аналитические записки, убеждают в этом людей в Москве. Люди в Москве выделяют соответствующие бюджеты. Люди на местах эти бюджеты благополучно пилят вместе с людьми, которые в Москве. И дальше отчитываются о проделанной работе. И в их отчете вполне себе может фигурировать человек, которого никто никогда не вербовал, который никогда даже не планировал с ними работать, но просто там репостит в Фейсбуке публикации вот тех самых медиа, которые, как потом выясняются, являют собой частью кремлевской пропагандистской машины. А это довольно распространено. Таких людей довольно много в Германии, таких людей много в Польше. Подозреваю, что и в Латвии такие люди есть. Ну и в Соединенных Штатах повторю тоже. Так что кремлевская внешнеполитическая пропаганда, еще раз, рассчитанная не на диаспоры, а рассчитанная на жителей стран во многих поколениях, она работает довольно неплохо. У нас еще донат пришел на 5 евро от Норы. Нора, спасибо вам. И суммарно у нас уже 17 евро 86 центов. Присоединяйтесь, PayPal, Patreon есть в описании, значок доложен, под чатом. Еще раз напомню, что 50 на 50 в формате Грэма 50% от донатов, из Станислава 50% от донатов, которые вы присылаете. Мы так это распределяем. И спасибо тем, кто уже присоединился. Ты как раз про Трампа начал говорить о том, что он там обещал разбомбить Москву. С одной стороны, Трамп популист. Мы это знаем, в общем, и наши зрители Соединенных Штатов. С другой стороны, у него же есть один конкретный кейс. Это убийство генерала Сулеймании, когда он ликвидировал одного из самых популярных иранских представителей стражей, отдав приказ, с которым, кстати, многие были, ну так, очень осторожно относились и долго не решались. Ни Обама, ни кто-либо еще. А Трамп сказал, давайте, не делайте. И, несмотря на возражения, он действительно ликвидировал. Потом был ответ Ирана. Ну, такой уже согласованный, в чем-то даже театральный, но был. Мог бы Трамп поступить, как ты думаешь, таким образом, что ударить по Москве, например. Или все-таки вот... Ну, смотри, давай я сейчас начну с самой информации, потому что это как раз пример, классический пример того, как надо внимательно работать с информацией в современном мире каждому человеку, который эту информацию употребляет. Потому что история про, значит, заявление Трампа о том, что он бы бомбил Москву и Пекин, в случае, если бы при нем, как при президенте, Путин вторгся в Украину или Китай на Тайвань, это, ну, классический пример того, как вот на... До этого я сейчас рассказывал, как кремлевская пропаганда использует, да? А это классический пример того, как подхватывает это, ну, если даже не пропаганда анти-кремлевская, то люди, которым выгодно рассказать эту историю. В данном случае, вот если ты, опять же, прогуглишь Трамп, там, бомбежка Москвы, ты увидишь информацию на русском и украинском языке, опубликовали, значит, это очень многие украинские и российские сайты, не очень активно это опубликовали, кстати, непосредственно российские сайты, ну, потому что им не очень приятно такое опубликовать, да? Но довольно активно опубликовали самые разные медиа россиян в изгнании. Если же ты наберешь то же самое в Гугле на английском языке, ты практически не увидишь ничего, ну, не практически, а вообще ничего на эту тему на английском. Ничего. Об этом не написала ни одно серьёзное американское медиа. Подозреваю, что и несерьёзное американское медиа об этом тоже не написало, потому что, повторяю, на английском, я вот сегодня гуглил, ничего я не увидел. Если мы откроем статью Washington Post, на которую ссылаются авторы вот этих публикаций на русском и на украинском языке, то мы обнаружим, что это, ну, типа, 17-й, по-моему, абзац. И идёт речь о том, что нет прямой цитаты Трампа. Есть упоминание о том, что на встрече с донорами, значит, Трамп в том числе сказал, но не приводится конкретных его слов в конкретные цитаты. Из чего я делаю вывод, что, скорее всего, это было сказано Трампом в кулуарах, возможно, отвечая на вопрос какого-то там одного из доноров, богатого американца, ну, типа, тот мог спросить, типа, а вот, интересно, а вот если бы при тебе, там, господин Дональд Трамп, Россия бы вторглась в Украину или Китай в Тайвань, что бы ты сделал? Да я бы разбомбил их нафиг, я бы там принял жёсткое решение. Возможно, возможно, повторяю, было как-то так, но точной цитаты у нас нет. А есть у нас то, что очень многие русскоязычные и украиноязычные медиа опубликовали, что Трамп бомбил бы Москву и Пекин, если бы сообщили американские медиа. Так вот, я докладываю, что американские медиа, собственно говоря, об этом, считайте, не сообщили. Об этом сообщила газета Washington Post в очень такой статье, в которой, в принципе, говорилось о другом. Там и американские медиа значительно больше сообщили о том, что Трамп сказал, что если бы он был президентом, он бы депортировал студентов американских вузов, которые выступают за Палестину и с антиизраильскими лозунгами. Вот это американские медиа действительно очень активно написали и процитировали. И это заявление Трамп действительно сделал. Сделал ли он про бомбежку Москвы, мы не знаем. Вот это первый момент, который важно понимать. И мой ответ на твой вопрос состоит сначала из этого. Перейдем дальше. Мог бы Трамп гипотетически, как бы Трамп отреагировал, если бы при нем Путин вторгся в Украину? Я предполагаю, на самом деле, что если бы это было сделано в обход договоренности, заключенных между Путиным и Трампом, устных там или не устных, тогда Трамп мог бы среагировать действительно импульсивно, вплоть до, ну я же не знаю насчет бомбежки Москвы, я думаю, что это для красного словца, безусловно. Но предоставление Киеву максимальной, в этом случае, военной помощи и максимального зеленого света на бомбежки любых объектов на территории России, вот это бы со стороны Трампа ожидать было можно. Потому что, я не раз это уже произносил, с удовольствием повторю еще раз эту мысль, Трамп, он очень импульсивный человек. И он все свои жизни доказал, что он супер импульсивный, и что он очень обидчив, и что он не забывает обид. Знаменитое видео, на котором это называется Press Breakfast, White House Press Breakfast, когда такой обед для завтрака, обед для журналистов в Белом доме, и не только для журналистов. И вот там выступал Обама, Обама и Джимми Фелланд выступал, один из выдающихся американских телеведущих, комиков. И они там обсмеяли Трампа просто вот по всем позициям. И есть видео, в котором крупным планом показывается сидит Трамп, вокруг него народ смеется, там кто-то усмехается, и абсолютно серьезный Трамп такой в профиль смотрит. И я не знаю, вот по мне так на этом видео видно, что вот именно в эти минуты, возможно, Трамп окончательно принял решение баллотироваться, и во что бы то ни стало, там, отомстить своим обидчикам. А Трамп, человек, повторяю, очень и очень импульсивный. Поэтому, если бы, там, Путин нарушил договоренность, исключенную с ним, Трамп бы отреагировал предельно жестко. Ты вот провел пример Сулеймании, это не единственный пример. Есть приказ, который не мог быть осуществлен без одобрения Трампа, а, возможно, Трамп лично этот приказ дал. Я имею в виду сейчас уничтожение одной из бригад ЧВК «Вагнер» в Сирии. И когда, я знаю, просто я в этот момент еще был в России, что в администрации, в Минобороны на это отреагировали просто... Люди были в ужасе. Как же так? Типа, наш Дональд, и вдруг вот такое происходит. Ну, потому что Дональд никогда не был, конечно же, их. Говорить, там, Трамп агент Кремля, это бессмысленно. Это не так. Безусловно, Трамп не агент Кремля. У Трампа, возможно, есть какие-то отношения, возможно, есть какой-то компромат на него у Путина. Я не исключаю этого. Трамп был бизнесменом, Трамп работал со всеми, с кем только мог. Трамп про выгоду, в первую очередь. Но, повторяю, Трамп, достигнув определенного уровня, конечно же, это человек, перед которым стоят очень серьезные глобальные задачи, и который, тем не менее, подотчетен своим избирателям. Поэтому, как раз Трамп занимает предельно произраильскую позицию, и поэтому ожидать от Трампа можно чего угодно. Безусловно, Трамп, как и обещал, он не раз повторял, что он бы закончил войну за один день, что он бы там поставил Путина и Зеленского в такое положение, в котором они бы вынуждены были его послушать. План Трампа, как я понимаю, таков, чтобы убедить Путина и Зеленского пойти на мирный договор, учитывая, соответственно, интересы одного и другого, так, чтобы это была сделка такая не очень приятная ни для Путина, ни для Зеленского, но чтобы они оба на эту сделку пошли. Однако, если представить себе, что он уговорит их обоих пойти на такую сделку, а дальше кто-то из них нарушит условия этой сделки, нарушит это Путин, поскольку, ну, практически нет ни одного серьезного договора, который бы Путин не нарушал, ни одного слова данного Путина, который бы он потом не нарушил во внешней политике, ну, и во внутренней тоже. Поэтому легко было бы предположить, что именно с стороны Путина произойдет такое нарушение. И вот если бы такое нарушение произошло, то да, тогда Трамп мог бы отреагировать импульсивно, и, в третий раз повторяю, предельно жестко. Пока это, разумеется, чистая гипотетика. Мы обсуждаем то, что не произошло. Нет пока еще никаких заключенных между Путиным и Трампом договоренностей. Но Трамп сын своего народа, Трамп американец, Трамп про бизнес, и Трамп на этом уже, на новом своем уровне, когда он хочет вернуться в Белый дом, конечно же, про национальные интересы Соединенных Штатов. Я на раз говорил, что если бы при этом, например, Байден защищал Путина, Трамп был бы против. Если бы Байден защищал палестинцев и Хамас, то Трамп просто, вернее, наоборот, если бы Трамп, скажем так, Байден был бы против жестко палестинцев, Хамас, и с самого начала выступал бы за Израиль, и Трамп бы непременно в какой-то момент выступил, я думаю, на стороне палестинцев. Ну, то есть, во многом, риторика Трампа определена, опять же, внутриполитическим раскладом в самих Соединенных Штатах. Это необходимо учитывать. Когда и если Трамп покажется в Белом доме, это может быть совершенно другой Трамп, чем те заявления, которые он сейчас делает. и Трамп, безусловно, может отобрать у Путина пальму первенства в позиции «держите меня семеро». То есть, сейчас Путин шантажирует весь мир по принципу, типа, если, не дай бог, вы что, я сейчас там весь этот покерный стол переверну просто, и вы потом не разберетесь, где чьи фишки. Так вот, Трамп играет ровно на этой же поляне. И пока он показал, что он, как минимум, не менее непредсказуем, чем Путин. А возможно, еще более импульсивен и более непредсказуем. Поэтому, если Трамп покажется в Белом доме, и эти двое однажды, как, кстати, Невзорову принадлежит высказыванию, что если двое однажды вот эти двое начнут мериться своим мужским достоинством, то от звона их колоколов оглохнет весь мир. Я думаю, что это действительно так. Нам еще много сюрпризов предстоит. На свой взгляд, все-таки какая вероятность, что Трамп вернется в Белый дом? То есть, насколько ты бы это оценил? Это очень высокая вероятность, слушай. Пока смотри, есть, еще раз, ядерный электорат Трампа. Это примерно там процентов 20 американцев. Есть ядерный электорат Байдена и демократов, ну, скорее, демократов, который тоже 20%. И дальше борьба идет активная, ну, собственно говоря, за остающиеся, заколеблющиеся, в первую очередь, которых больше, чем ядерный электорат Трампа, ядерный электорат Байдена. И на сегодняшний момент я наблюдаю, как у меня есть довольно много примеров, когда изначально антитрампистские настроенные люди и уж точно там, ну, даже не республиканцы, как они в последние, буквально в последние несколько месяцев все-таки склоняются к тому, чтобы поддержать Трампа на этих выборах. Таких становится все больше и больше. Вот здесь дело в том, что Байден, как действующий президент, он очень ограничен в своих возможностях. Он не может занять предельно радикальную позицию в отношении кого бы то ни было. То, что может себе позволить сделать Дональд Трамп. Ну, например, если мы возьмем нынешние протесты, студенческие, молодежные, американские протесты, пропалестинские и антиизраильские, то здесь Трамп, понимая, что никогда в жизни за него левые голосовать не будут, он просто четко заявляет, да я их там депортирую нафиг, всех вообще и так далее. И вот я stand with Israel предельно жестко, вот все это беспорядки, которые позволил себе Байден и его администрация. У Байдена нет возможности сказать, сделать какое-то такое же резкое заявление. Он вынужден делать заявление и вашим, и нашим. И вынужден, ну, просто, ну, потому что правда жизни, она действительно в этом, там, как поддержал Израиль, это нормально и здорово, и израилья ему за это благодарны. при этом, как бы, если Израиль бомбит Газу и при этом страдают мирные жители, Байден вынужден делать заявление о том, что, ребята, не надо там бомбить беспорядочно, не надо устраивать там Дрезден, не надо устраивать Хиросиму Нагасаки, народ Газа там не виноват, он сам в заложниках. Байден вынужден делать такие политические заявления. И эти заявления не добавляют ему популярности, потому что получается, например, недостаточно пропалестинский для того, чтобы за него голосовали пропалестинский настроенный американцы, и при этом недостаточно оказывается произраильский точно так же, да, поэтому вот эти двусмысленные заявления, которые, повторяю, действующий президент так или иначе вынужден делать, был бы Трамп, он бы тоже делал двусмысленные заявления, как действующий президент, они Байдену только усложняют ситуацию. Конечно, они упрощают ситуацию, ситуацию, положение, точнее, его здоровья, состояние, его здоровье, его возраст, и тот факт, что во время предвыборной кампании он по минимуму импровизированно общается с избирателями, это тоже работает для него в минус, поэтому шансы очень-очень велики. Из всех уголовных дел, вот сейчас очень Америка замерла в ожидании, потому что вчера закончили слушание по уголовному делу о ненадлежащем хранении документов с одной стороны и о попытке использовать деньги не по назначению, растрате средств, имеется в виду в том числе о Сторме Дэниелс, о молчании, порно-звизе, Сторме Дэниелс, но вот это единственное дело, тем не менее, которое дошло до суда, присяжные сейчас должны определить, и они должны, чтобы обвинить Трампа, они должны проголосовать единогласно. Сколько времени будут решать в истории? История знает примеры, когда присяжные совещались и пару часов, а знает примеры, когда они совещались несколько месяцев. В любом случае, даже если они примут решение, вынесут решение в ближайшие дни, это будет единственное получается уголовное дело в отношении Трампа, по которому вынесли решение. А уголовное дело по мятежу, значит, по попытке захвата Капитолия, оно не дойдет до суда, до выборов. Дело о попытке повлиять на результаты выборов, пересмотреть выборы давления на однопартийцев Джорджи, это дело тоже не доживет до выборов, вернее, не дойдет до выборов, то есть, решения по нему не будет. Поэтому, а даже если по нынешнему решению, по нынешнему делу Трамп будет признан виновным, не факт, что он по этому делу сядет, потому что обвинения не такие серьезные. Но даже, опять же, теоретически, если он сядет, он все равно может участвовать в президентских выборах, а затем сам себя помиловать, если выиграет. А вот за Трампа, то есть, сейчас, если посмотреть на букмекерские конторы, потому что люди уже делают ставки, и есть небольшая социология на эту тему, то сейчас все-таки преимущество за Трампом на сегодняшний момент. Поэтому вероятность того, что Трамп придет в Белый дом велика. Остается, разумеется, многие в Америке очень активно обсуждают вероятность того, что Джо Байден снимет свою кандидатуру, будет демократическая конвенция в Чикаго, и тут многие вспоминают историю про то, как в 68-м году, кстати, тоже год високосный, тоже год президентских выборов, тоже год массовых, студенческих и не только волнений, очень тяжелый и сложный год для Америки и для всего мира, война во Вьетнаме, когда Линдон Джонсон снял свою кандидатуру, но, правда, он объявил о том, что он снимет свою кандидатуру еще, по-моему, в апреле 68-го года, а Байден пока не объявил, что он снимет свою кандидатуру, но, тем не менее, вот именно в августе 68-го официально был представлен другой кандидат в демократическую партию, который проиграл. Некоторые говорят о том, что вполне возможно, что Байден снимет свою кандидатуру и предложит другого кандидата, совершенно неожиданного, однако, чем ближе август, чем ближе, ну, август, потому что в августе планируется какая-то конвенция демпартии в Чикаго, а потом, чем ближе, соответственно, осень, тем, ну, конечно, меньше вероятность именно такого развития событий. Остается эта самая вероятность, но дальше вопрос, кого выставят демократы такого мощного, кто сможет выиграть у Трампа. На сегодняшний момент, там, из тех кандидатур, которые обсуждались, но если мы берем вице-президента Камалу Харрис, то она ничем особо себя не зарекомендовала пока, и не факт, что она сможет составить достойную конкуренцию Трампу. Если бы ее выдвинули год назад, тогда да, а сейчас уже вряд ли. Мишель Обама, которая не раз заявляла о том, что она не собирается баллотироваться и не хочет, она могла бы, если опять ее бы выдвинули раньше. Замечательным ходом было бы переманить на свою сторону Ники Хейли, но она уже заявила о своей поддержке Дональда Трампа. И такой политехнологический ход вряд ли возможен. Поэтому я бы сказал, что демократическая партия сейчас находится в очень непростом и очень уязвимом положении. И если действительно до ноября не произойдет каких-то просто феноменальных событий, типа там разгром российской армии в Украине, и Байден является причиной этого разгрома, или там я не знаю внезапное окончание войны Хамаса в Израиле против Хамаса, уничтожение Хамаса с последующим освобождением заложников, и опять же это внешнеполитическая победа, например, Байден, если это будет так подано. Вот если таких событий во внешней политике не произойдет, либо во внутренней политике внезапно там Байден сейчас берет и каким-то образом выделяет всем американцам грандиозные деньги на развитие там собственных бизнесов в виде подарка от правительства. Ну то есть я сейчас специально прочитаю такие очень умозрительные и гипотетические варианты. Но вот если ничего такого не произойдет, то по ситуации, повторяю на сегодняшний момент, если опять же Трамп не сделает каких-то сумасшедших глупостей, не совершит просто преступления в прямом эфире, то я бы поставил на то, что Трамп вернется в Белый дом. А что это значит для Украины? То есть это каким-то образом может отразиться на поддержку Украины военной экономической? Ну смотри, мы эту тему с тобой уже коснулись частично. Еще раз, скорее всего мы не знаем, что произойдет, если Трамп окажется в Белом доме. Невозможно сейчас это представить. Исходя из его предвыборной риторики, скорее всего, повторяю, постарается всеми силами посадить Зеленского и Путина за стол переговоров, скорее всего, речь пойдет о том, что он будет убеждать Зеленского отдать Путина уже захваченные Россией территории, он будет убеждать Путина остановиться на этом, но, скорее всего, этим дело не ограничится, и он будет предлагать Украине южнокорейский вариант. Южнокорейский сценарий, который активно обсуждается в Штатах, при котором все мы знаем, что война Северной и Южной Кореи не закончилась победой Южной Кореи и Соединенных Штатов, знаменитая Корейская война, та война была проиграна, но был выигран мир, это очень важно, этот тезис довольно часто повторяется, что можно проиграть войну, но выиграть мир, например, опять же, Соединенные Штаты проиграли войну во Вьетнаме, но при этом отношения с Вьетнамом Соединенных Штатов хорошие торговые взаимоотношения и так далее, и вот Соединенные Штаты считают, что они в итоге выиграли мир. В случае с Южной Кореей тоже очевидно, что Соединенные Штаты проиграли Корейскую войну, потому что Северная Корея осталась на карте мира, а тем не менее они явно выиграли мир, потому что появилось государство Южная Корея, мощная, сильная, процветающая экономически, классический пример того, что свобода лучше, чем не свобода, и Южная Корея, напомню, существует прежде всего благодаря Соединенным Штатам и благодаря гарантии безопасности, которую Соединенные Штаты дали Южной Корее, где дислоцирован американский войск и контингент, и Северная Корея прекрасно знает, что если, не дай бог, хотя бы один северокорейский солдат перейдет границу с Южной Кореей, то тут же последует, они будут иметь дело с Соединенными Штатами. Вот примерно такой вариант, я думаю, Трамп будет предлагать Украине и России. Пытаясь убедить Путина в том, что он сможет позиционировать для россиян такой исход войны в Украине, как победу. Ну а дальше мы с тобой опять же смотрим и понимаем, что учитывая то, как работает российская пропаганда, они, конечно, легко завтра могут позиционировать как победу все, что угодно. Они скажут, да, мы добились, пожалуйста, никаких проблем, восточная часть Украины захваченной территории, они, русский мир, они теперь полностью наши, Киев пообещал, Трамп пообещал, что никогда никто больше не тронет, не вторгнется на эту территорию, а что там у них с западной Украиной, там центральной и западной, да какая там разница. Ну то есть российская пропаганда, я думаю, сможет преподнести это как победу. При том, что, ну, совершенно понятно, это не будет победой, учитывая изначальные планы захватить Киев за три дня, там, повесить в Киеве российский флаг, провести парад на Крещатике, демилитаризовать Украину, о какой демилитаризации будет идти речь, если там будут гарантии безопасности Соединенных Штатов и будет своя армия, или если там Украину примут в НАТО в какой-то момент. Ну то есть, конечно же, это не будет, это все равно будет, на мой взгляд, по гамбургскому счету, это будет, конечно же, поражение для России, но, тем не менее, российская пропаганда сможет это как угодно позиционировать. Пойдет на такую сделку Путин, именно такую сделку будет предлагать и продвигать Трамп, или нечто более невыгодное для Украины, повторяю, мы точно не знаем. Но полной сдачи Украины при Трампе не произойдет в любом случае. Я в этом абсолютно уверен, не потому, что я как раз не сторонник Дональда Трампа, вот вообще ни разу, но Трамп не сможет себе этого позволить с точки зрения, потому что он, в отличие от Путина или кого-то ни было, там, любого диктатора, Трамп зависит от своих избирателей. А абсолютное большинство американцев прекрасно понимают, что Путина надо остановить, умиротворение агрессора никто не хочет, все понимают угрозы, которые исходят от России сегодня для Европы, и все понимают, что в случае выгодного для Путина окончания войны в Украине, вот если Украина будет полностью сдана Западом, то дальше в какой-то момент те же самые Соединенные Штаты будут вынуждены иметь дело уже с более серьезной агрессией в Европе в отношении Польши или стран Балтии. Вот американские избиратели в большинстве своем считают именно так. В этом смысле российской пропаганде пока не удалось убедить их в мирных намерениях Путина. Поэтому я так подробно отвечал, и я понимаю, что там возможно многим зрителям хочется услышать очень простой ответ, типа Трамп поддержит Путина, он его агент, он сдаст Украину, поэтому давайте не допустим прихода Трампа. Или Трамп наоборот придет в Белый дом и сразу же предъявит Путина ультиматум и покажет кто хозяин в доме под названием планеты Земля. Но такого прогноза не может сделать сейчас никто, включая уверен самого Дональда Трампа. Потому что сейчас он решает тактическую задачу прихода в Белый дом. А что для него будет выгодно следующим шагом, когда он в Белом доме останется, можно только гадать. Я напомню, что вы можете поддержать канал Донатом. У нас пока сегодня скромность 17 евро 86 центов. Идем дальше. Вы можете присоединиться прямо сейчас. Попал, Патреон есть в описании. Значок доллара в чате, если вы смотрите нас в режиме онлайн. Поэтому присоединяйтесь, можете это делать прямо сейчас. по поводу ядерных ударов. Я все сейчас вспоминаю, кстати, извини, Владимир, я сейчас все вспоминаю, и прям мне очень жаль, что мы не смогли просто связаться и пообщаться с той медсестрой из Норвегии, помнишь? Да, конечно. Я неделю назад перечисляла довольно большие деньги. И просто интересно это тоже к разговору о том, кто находится в каком положении. То есть понятно, что нас смотрят разные люди, в том числе очень много... Я знаю, что нас смотрят много россиян и донаты из России не принимаются. Я знаю, что нас смотрят много людей, уехавших из России в последние два года. И многие из этих людей находятся в сложном экономическом положении. Они только приехали, они сами нестабильны, поэтому будем очень перечислять нам что-то. Но при этом есть люди, которые давно живут в Европе и у которых прекрасные зарплаты и так далее. И вот, конечно, эти люди, я думаю, вполне могли бы что-то пожертвовать. Но сколько таких людей, мы не знаем. А вот было бы очень интересно пообщаться с такими людьми, было бы здорово. Я, кстати, знаешь, могу чем поделиться? У меня есть друзья, здесь в Штатах технологи, айтишники, которые разработали очень неплохую систему, которая позволяет в Ютубе принимать вопросы так же, как это происходит в Зуме. И в обозримом будущем, возможно, они договорятся с Ютубом, и такая функция появится. И тогда у нас появится возможность не только отвечать на вопросы в чате, комментировать что-то в чате, но и непосредственно выдавать звонки в эфир, так как это происходит на радио. Ты прекрасно знаешь, работал на радио так же, как и я. Просто апропо такое замечание, и тогда, возможно, мы сможем просто получить больше интересной информации о составе и о возможностях нашей аудитории. Ну, кстати, мы же звонки в студийных эфирах мы и можем принимать. У нас как раз настроены возможности, в этом смысле нет никакой разницы с радио. Мы это когда пришли, мы же сами с радио, как ты знаешь, и поэтому мы решили это тоже внедрить в Ютуб, и многие потом у нас спрашивали, мы консультировали, а как вы это в Ютубе сделали, а через что вы это делаете. Так что это уже работает. У нас, кстати, донат пришел на 100 евро от Александра, кстати, тем временем. Так что у нас уже 117. Спасибо, Александр, спасибо большое. 117 евро на PayPal. Да, тут еще был вопрос. Ладно, вернемся к темам не столь радостным ядерного удара. Вот как ты думаешь, опять все это дело Путин нагнетает, провели они учения, Киселев это показал в программе на телеканале «Россия», как раз там он показал, что вот специальное изделие, кажется, так они обозначают, они загрузили в ракет, что-то делали и так далее. Для чего? И насколько вероятно, что они все-таки придут к этому? Вот это не чеховское ружье, которое раз уж висит на стене, то обязательно выстрелит. Как ты думаешь? Ну, слушай, ты понимаешь, с одной стороны, это как в том анекдоте, который, кстати, в интервью Дудю цитирует Ходорковский, по-моему, там, и вы говорите, да, и вы говорите. С другой стороны, тема ружья, которая не напрасно висит на стене чеховского, безусловно, актуальна. И посмотреть, можно, конечно, вообще это игнорировать, смеяться над этим и говорить о том, что, ну, смотрите, сколько раз они уже обещали, собирались и не применили. Вот была у них прекрасная возможность, шанс взорвать, там, как минимум, значит, бомбу тактического ядерного оружия, когда украинская армия осуществила успешнейшее контрнаступление под Харьковом, могли бы тогда, и я думаю, что россияне вполне бы их поняли, нет, не взорвали. Значит, были еще другие ситуации, а когда могли бы взорвать, были поводы, которые давали те или иные высказывания западных политиков, не сделали. Почему не сделали? Я предполагаю, что все-таки существует очень четкая договоренность, негласная договоренность между Путиным и Байденом, между, грубо говоря, Путиным и коллективным Западом. Хоть такого понятия в принципе не существует, но тем не менее, что если действительно Россия привлекнет к использованию ядерного оружия, американские шахты ракетные будут открыты, и тогда действительно Россия будет очень жестко и жестоко наказана. Я думаю, что такая договоренность существует, и я думаю, что Путин это прекрасно понимает. Потому что использование ядерного оружия, я думаю, что, конечно же, там периодически идут споры о том, что давайте еще прощупаем границы какие-то, да, давайте поймем все-таки до какой степени мы можем игнорировать Запад, до какой степени Запад слаб. И в конце концов, тактическое ядерное оружие это, ну, все-таки не стратегическое, действительно, можно найти место, где взорвать бомбу, которая не принесет последствий, там, даже сопоставимых с Хиросимой и Нагасаки. А последствия будут значительно меньше, там, окружающие, там, 150 километров, а может быть, даже 50 километров, я не знаю, какие там возможности существуют, но, тем не менее, я знаю, что такие разговоры есть, и такие споры есть, утечки от таких споров Минобороны, Президентской администрации периодически происходят. Однако, вот это та красная линия, дальше которой, я думаю, терпение, в первую очередь, американцев, Путин испытывать не хочет. Тем более, что он видит, как Запад, ну, все дальше и дальше, вот сейчас успешное относительное контрнаступление уже российской армии идет, да, и под этим соусом уже лидеры Польши и Макрон до этого заявлял, что, да нет, почему пошлем скоро своих солдат, свои воинские консингенты. Раз. Далее, все больше и больше голосов в Европе звучит за снятие запрета на поставку России, на поставку Украине вооружений, способных поражать цели на территории России. И если этот запрет, а этот запрет существует до сих пор, и Байден, опять же, делает двусмысленные заявления, он говорит, что, с одной стороны, вы по-прежнему против, с другой стороны, пусть руководство Украины само решает. Блинкин, который сейчас побывал в Украине, он же там не только там пел, выступал, кстати, еще неплохо пел, но и на месте изучил ситуацию и вернулся просто с однозначным выводом, что необходимо снять этот действующий запрет и разрешить украинцам бить по целям на территории России. И, конечно же, когда такой дискурс начинается, я думаю, что с одной стороны в Кремле понимают, что, так, значит, раз такой, раз они это делают, значит, они способны пойти и дальше. Значит, они способны всерьез ответить, если мы используем тактическое ядерное оружие. А с другой стороны они понимают, что как-то отвечают, надо на это реагировать, надо пугать. И поэтому начинаются вот эти пугалки. Что произойдет в реальности, повторяю, ни ты, ни я, опять же, не самый там продвинутый военный эксперт, стратег, тактик сказать не может сейчас. Потому что это решение, оно опять же, я сейчас произнесу такую фразу, удивительную, на первый взгляд, но это решение эмоциональное. Это решение недалеко просчитанное, стратегическое. Это решение, которое, так или иначе, Путин будет принимать под очень серьезным воздействием эмоций. Ответить, не ответить, взорвать, не взорвать, спровоцировать, не спровоцировать. В какой-то момент, конечно, эта эмоция будет подкреплена большим количеством докладов, которые ему перед ним на стол генералы со словами, что Запад мягок, Запад не хватит у них яиц на то, чтобы ответить. Поэтому давай сделаем. Но в моменте это будет продиктовано достаточно серьезные эмоции. Поэтому понятно, что чем больше, чем больше об этом говоришь, тем выше, на самом деле, вероятность, что в какой-то момент это произойдет. Просто потому, что коллективное сознание привыкает к тому, что это нормально. Все больше и больше людей в России живет с пониманием, что война это норма. Смотри, как Белгород уже живет. Сколько времени сказать кому-то в начале войны, что для Белгорода прилет дронов на его территорию станут обычным делом, станут просто рутиной. Ну, конечно, никто бы не поверил. Скажем, что мы не для этого войну начинаем. В итоге это стало рутиной. Раз это стало рутиной для Белгорода, это уже стало практически рутиной для Курска и Орла. от Курска и Орла война нас довела до самых уравских ворот. Такие брат дела, вспоминаем Куджал. Так вот, эти города уже готовы морально к тому, что война перекинется на их территорию. И, конечно же, опроси население Орла, Белгорода и еще большого количества городов. За что вы больше? За то, чтобы война перекинулась на вашу территорию или за то, чтобы начать ядерную войну, а там как фишка ляжет? Я думаю, что очень многие проголосуют за то, чтобы начать. Поэтому, чем больше народ привыкает к этой риторике, тем, конечно же, выше вероятность, что однажды на эмоции так называемые лидеры этого народа соответствующее решение примут. Если такая война начнется, она, безусловно, начнется по вине, по инициативе Путина. Ну, возвращаясь к тому, что уже обсуждали, кроме ситуации, когда Путин очень жестко кинет Трампа, Трамп почувствует себя страшно обиженным, и его, в свою очередь, генералы подойдут ему и скажут или сейчас, или никогда. Кстати, пришли донаты Ангелика 100 евро и Александр 110 евро. И у нас уже получается 327 евро суммарно. Так что вот такая ситуация на данный момент. Присоединяйтесь и спасибо нашим гостям Ангелике Александру. Спасибо, спасибо. Вы таким образом помогаете нам заниматься независимой журналистикой, самостоятельно рассуждать на основе информации, а не продвигать повестку какого бы то ни было дяди, который просто взял, купил бы Грэм или там купил бы мою позицию и затем я был бы вынужден ей эту позицию продвигать. Другое дело, что, я не знаю, вот пока за все годы моей жизни попыток таких было много и попытки делались довольно недавно, кстати, вот это слово тоже о попытках влияния. Знаешь, когда тебе просто дают понять, интересуются, как у тебя дела сначала, да, понимают, что, наверное, там не самым лучшим образом финансовые дела и затем так аккуратненько делают себе, намекают, что в любой момент, в любой момент можно обратиться к правильным людям в России, канал связи типа открыт и все будет хорошо. Я думаю, что, я не думаю, я знаю, что довольно многим людям, которые оказались за пределами России, там и на агентов, в том числе, нынешним на агентам, подобные предложения поступают, а поскольку россияне в изгнании в большинстве своем, особенно, если это журналисты оказываются в непростом финансовом положении, по понятным объективным причинам жизнь там в любой европейской стране, в Соединенных Штатах там дороже, чем в России, заниматься журналистикой стало сложнее, потому что контент в интернете в основном бесплатный, соответственно, зарабатывать на этом людям сложнее, чем когда бы то ни было, чем там в 90-е, когда тебе платили за строчку, чем в нулевые, когда были высокие зарплаты в России от доходов нефти и так далее. И поэтому люди находятся в уязвимом положении. При этом, кстати, должен заметить, это тоже довольно интересно, но вот особенно я как-то не слышу о активных попытках взаимопомощи, помощи журналистов, оказавшимся в изгнании. У меня здесь в Штатах есть, я не буду называть имена, потому что они сто процентов не хотели бы, чтобы их имена назывались, но у меня есть очень хорошие друзья, в том числе бывшие коллеги по RTVI, которые, будучи высоко профессиональными журналистами, могли бы работать с журналистами, делать свои блоги, противостоять тому же путинизму, пытаться влиять на аудиторию в России. Тем не менее, вынуждены сейчас, один работает сантехником, поскольку работа руками высоко ценится в Соединенных Штатах, а другой работал в течение долгого времени электромонтером, пишет сейчас, кстати, об этом книжку, продолжая пытаться заработать то там, то там. Третий на Убере, ну, то есть, безусловно, очень многие представители нашей с тобой профессии, Вадим, оказываются в положении российских иммигрантов 20-х годов прошлого века, которые были вынуждены там работать кем угодно, лишь бы свести концы с концами, просто потому, что их профессия, тем более на их языке, была востребована значительно меньше. Поэтому, еще раз, конечно, респект и уважение тем, кто, в принципе, готов сам финансировать YouTube-каналы, донатить, я сейчас имею в виду и Гряну Грэма, и другие YouTube-каналы, и другие медиа, которые там пытаются делать россияне, которые при этом не готовы там продаваться ни европейским правительством, ни американским, не каким-то олигархом и так далее. Так что, спасибо еще раз всем, кто присылает свои данные. А, кстати, вот интересно, понятно, что подробности не спрашиваю, но тебе предлагали на федеральную кнопку вернуть российскую. Я тебе так скажу, мне предлагали на самом высоком уровне, то есть давали понять, да, очень четко, что без проблем просто одно письмо, возвращайся в Россию, получай очень серьезный эфир, значит, получай огромные деньги и так далее. Были предложения более интересные, были предложения такие, что не надо никуда возвращаться, продолжай жить в Соединенных Штатах Америки, но просто смени интонацию, включи другую повестку, да, и становись частью вот той самой успешно работающей пропагандистской машины, которая называется еще soft power, да, не надо было бы даже в прямую брать и хвалить Путина, не надо было бы даже там, я не знаю, не надо было бы атаковать прямо очень жестко Зеленского, нет, просто немного более там сбалансированный взгляд, немножко больше вопросов задавать, все это действует, дело работает именно так, но самое главное, что я повторяю, к великому моему счастью, я же, как уже не раз говорил, давным-давно слез с наркотика под названием необходимость общественного подобрения, то есть мне не нужно, чтобы меня обязательно смотрели миллионы и там говорили мне какой я хороший, точно так же для того, чтобы жить, мне не нужны какие-то грандиозные деньги, мне вполне достаточно, чтобы хватало на еду, на цветы любимой женщине и на, не знаю, поход иногда в аквапарк детям, и поэтому меня очень трудно соблазнить высокими гонорарами, практически, ну просто, не практически, а невозможно, поэтому я достаточно, я научился ощущать себя довольным жизнью и счастливым абсолютно, при любых обстоятельствах, поэтому попытка надавить через деньги, она обречена на право, поэтому вот предыдущая попытка была уже такая, где-то год назад, ну, такая прям попытка, и полгода назад кто-то мне написал, что типа, ну что ты возвращайся, такие возможности в России, сейчас просто все дороги открыты, зарабатывай не хочу, но вот это было полгода назад, а так, в общем, к серьезными предложениями уже давно, понятно, что все понимают, я достаточно активно, публично об этом говорю, поэтому те люди на той стороне, они прекрасно понимают, что на внутренне свободного и вне зависимости от обстоятельств довольного жизнью и счастливого человека просто тяжело давить, что ты с ним сделаешь, ну просто ничего, поэтому, но, повторяю, в отношении многих других людей такие попытки осуществляются, и мне кажется, что опять же мы во возримом будущем станем свидетелями еще очень многих совершенно неожиданных перебываний. Тут спрашивают, а ты с Владимиром Рудольфовичем, кстати, много общался, я общался ли вообще, не помню, мы с тобой говорили на этой сфере? С Лавьевым, в смысле? Ну конечно, я с иронией произнес, конечно, Владимир Рудольфович, не проявление уважения. Я с Лавьевым, конечно же, общался, мы были знакомы и сейчас знакомы, мы не общались уже просто миллиард лет, но у нас есть одно интервью, которое, я же когда-то работал на канале «Совершенно секрет», в спутниковом канале в России, делал там интервью в огромном количестве, по нескольку интервью в день, записывал, и дальше они выходили в эфир. Что самое ужасное, что часть этих интервью и сейчас выходит совершенно секретно, у меня даже есть примеры, когда недавно мне прислал мой как раз одноклассник тоже из Орла, скриншот говорит, сейчас смотрю тебя по каналу «Совершенно секретно», и там шло интервью. Но это не изменилось внешне за эти годы, что может быть, как раз. Но вопрос не в этом, вопрос в том, что там шло интервью 13-го года или 12-го года. Интервью с Калягином. У меня была программа на «Совершенно секретно» под названием «Художник и власть», где я разговаривал с разными известными артистами, режиссерами, писателями. Там была хорошая серия, там Андрей Битов было очень мощное интервью. Мощное не только потому, что я задал хороший вопрос, потому что Битов очень мощный человек сам по себе. И было интервью с Калягином. И вот вышло интервью с Калягином, например, его, оказывается, показывали пару месяцев назад. Интервью, в котором я спрашиваю у него, типа, вам, ну как, не очень стыдно, что вы там «Единую Россию» поддерживаете? И он прям прямым текстом отвечает, что, ну, слушайте, ну, театр. А что делать? Типа, вот у меня выбор либо поддерживать и сохранить театр, либо не поддерживать и потерять театр. Вот человек так вот рассказывает. Я даже удивился, что это интервью идёт. Но при этом наверняка, конечно, там и идут интервью, и я не исключаю, что они могут показать интервью Соловьём. Потому что Соловьём у нас было большое интервью в 2011 году, ещё до протестов, до всех, в котором Соловьё выступает критиком власти, критиком путинизма. Интервью в рубрике, у нас была рубрика «Профессия журналист». Там были интервью с разными интересными людьми. Там было интервью с Познером, там было интервью с Игорем Яковенко, там было интервью с Соловьёвым, который на тот момент оказался в Апале. Он не вёл свою программу, его удалили с телевидения. И он произносит там слова, вплоть до... Я у него спрашиваю, а с тобой может случиться всё-таки переобувание? Я не употребляю слово переобувание. Я говорю, что может ли с тобой случиться, что ты всё-таки пойдёшь и будешь работать на власть? И он так говорит, ну ты посмотри на меня, типа, я сам себя уважать не буду, если такое произойдёт. Ну, почти слово-слово, я сейчас за точность не ручаюсь, но я думаю, что я в ближайшем будущем найду-таки этот архивный материал и вырежу этот фрагмент, или там сделаю съёмку с экрана просто и опубликую. Большое было часовое интервью. На мой взгляд, я уже не раз об этом говорил, Соловьёв, он из тех, кто... Вот есть люди, обработанные пропагандой, среди журналистов тоже, которые убедили сами себя в том, что там, не знаю, Америка – это всемирное зло, Украина – это марионетка Америки и тоже зло, а они действительно спасают цивилизацию. Соловьёв, безусловно, к этому числу не относится. Я абсолютно уверен, что Соловьёв прекрасно понимает, что он делает, и то, что он делает, это результат его абсолютно осознанного выбора. И он себе просто объяснил, что да, вот у него есть выход, вернее, выбор. Это в какой-то момент отправиться за границу, ну, тогда ещё, в те времена, когда ещё мы все были в России, этот выбор заключался не в том, чтобы отправиться за границу, а в том, чтобы оказаться маргинальным журналистом, в лучшем случае собственным блогом, да, но без федерального эфира, без больших денег и с постоянной угрозой политического и уголовного преследования и в будущем с перспективы уехать из страны. Вот он выбирал, собственно, вот есть такая перспектива и быть дальше в роли там Евгения Киселёва или там того же Кучера, который вот сейчас выходит в эфир на хорошем канале, но вынужден там обращаться с просьбой о донатах, да, или, соответственно, чувствовать себя великолепно, большая семья, все дети, дом на озере Куома, всё остальное прочее, и при этом использовать власть в России для личного обогащения и использовать народ России, который по его, я убеждён, повторяю, это моё убеждение, моё оценочное суждение, который по его мнению, ну, недостоин лучшей участи, раз он позволил такое с собой сделать власти, значит, какой смысл за него вписываться. Я нескольких человек в российских, не только медиа, знаю, которые живут ровно по этому принципу. Они считают, что вот есть народ, есть страна, но вот не повезло родиться в стране, быть частью такого народа, но раз уж родился, то вписываться за этот народ, страдать за этот народ, как, упаси Господи, Навальный, умирать за этот народ. Зачем? Лучше я буду там, типа, использовать этот народ, так же, как использовать его власть, я буду использовать и власть народ, зарабатывать на этом. А я убеждён, что именно такая аргументация, циничная очень, да, стояла за выбором, который Соловьёв сделал. Который Соловьёв сделал. А дальше, особенно уже после начала войны, ну, здесь уже всё, ты давно сделал этот выбор для себя, ты уже давно оказался с этим командиром, с этим начальником, с этим главнокомандующим, ты повязан теперь, ты один из тех, кто делал тот самый выстрел в голову жертве, который потом оказался связующим звеном той самой цепи, которую вы все скованы. И поэтому сейчас уже, я думаю, уже сейчас, скорее всего, тут уже Соловьёв накручивает сам себя и убеждает себя, безусловно, в правоте избранного курса. Поэтому, если посадить сейчас Соловьёва там на какой-нибудь, не знаю, на полиграф и подвергнуть его испытанию детекторе лжи, то я не исключаю, что в какие-то моменты он совершенно искренне уже скажет, что да, наше дело правое, потому что он себя в этом убедил. Ну, хорошо. С Соловьёвом такая история. Даже с Познером много обсуждали там. А вот Красовский. У тебя есть ответ на вопрос, что произошло с Антоном Красовским? Это же, ну, какое-то совершенное. Слушай, мне, честно, я, вот, дорогой, я, Владимир, я правда, вот, что касается, я считаю, что мы сейчас достаточно внимания уделили Соловьёву и всей этой братье. Про Красовского написал в своё время Яшин, достаточно хорошо рассказал историю чуть ли не вербовки Красовского. Что его там либералы якобы поэтому я скорее доверяю этой истории. Но дальше разбирать, что происходит с Красовским мне прямо неинтересно. Я думаю, что это тоже история, потому что Красовский парень умный и он прекрасно понимает, как к нему относятся те люди, к которым он сам испытывал какое-то уважение, какой-то пиетет. И мне кажется, что то, что он сам себя докрутил, он сделал из себя такого доктора зло просто. если вы хотите, хотите, чтобы я продался, хорошо, я продамся, но тогда я превращусь в полнейшее дерьмо. Опять же, вспоминая выражение моей бабушки про солнце и дерьмо в каждом человеке, я думаю, что это классический случай такого осознанного уже пробуждения в себе тотального дерьма, уже демонстративного. Типа, смотрите, я уж, хотите, чтобы я сыграл эту роль, хорошо, я сыграю эту роль и доведу ее до совершенства. Я не буду пытаться сидеть на двух стурах, я не буду пытаться хорошим казаться, я буду, вот, стану воплощением деградации, которая только возможна. Наверное, так. Ну, а посмотрел, что с Медведевым. Да, это тоже картинка, такая картинка маслом. И люди меняются, чтобы там не говорили. И здесь вот это очень интересный психологический момент, потому что люди соотносятся стороны меняются, а с другой не меняются. То есть, я уверен, что те ребята, которые еще в школе, вот просто в средней школе, были состерженными, и которые, когда там, не знаю, их булили и заставляли унижать других, которые унижали других, ну, всем, чтобы не посрадать самим, да, то они оказались уязвимы в будущем для такого рода трансформации. А те, кто еще со школы вел себя определенным образом и скорее там был готов пожертвовать физическим здоровьем, но не оказаться причиной страданий другого человека, например, ну, они как-то себя сохранили как минимум морально и духовно. Хотя при этом наверняка пребывают в очень незавидном там бытовом положении. Таких людей, повторяю, много, я их лично знаю. Спасибо. Спасибо.